В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут расскажем о важных событиях региона. Для начала коротко о некоторых из них. Сахара хватит. Скоро начнутся сельхозярмарки. До конца года будет введен мораторий на проверку бизнеса. Основные новости из областного штаба оперативного реагирования. 40 пунктов, более 80 волонтеров работают ежедневно. Жители Новгородской области собрали более двух тонн гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик. Здравоохранение возвращается в штатный режим. В районы области вновь отправляются выездные бригады специалистов для плановых осмотров. В Великом Новгороде опять ДТП. Вновь сбили пешехода и вновь на переходе. Не дают проехать. Вот так детей со школы отпускают. На этот раз местом дорожного происшествия стал переход на пересечении проспекта Александра Корсунова и улицы Ломоносова. Здесь он оборудован светофором. Тем не менее, машина и человек не смогли разойтись траекториями. По информации от ГИБДД, мужчина-водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», проезжал зебру на запрещающий сигнал и сбил девушку 1993 года рождения. Как сообщают очевидцы, пострадавшая была в сознании. На скорой она доставлена в больницу. Мы не будем экономить на развитии первичного звена здравоохранения. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Никитин в ходе рабочей поездки в Старорусский район. Первую часть визита глава региона посвятил учреждениям медицины. Новая врачебная амбулатория в деревне Буреги готова к приему пациентов. Почти. Осталось получить лицензию, но это, как говорится, мелочи. Эту процедуру планируется провести до конца марта. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Будут доступны прививочные, процедурные, стоматологические и физиотерапевтические кабинеты, а также дневной стационар. Здесь же будет вестись первичный прием пациентов с подозрениями на онкологические заболевания. Амбулатория в Бурегах – результат реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь медпомощь смогут получить более двух тысяч человек. В старой амбулатории, где мы работали, мы находились на втором этаже. Здесь, конечно, большое преимущество, потому что здание на первом этаже отдельно от социального центра. Больные, которые поднимались на второй этаж, конечно, им было это очень трудно делать. Пожилые и с заболеваниями серьезными. Вот здесь большой плюс в этом плане. По-новому скоро начнет работать и старорусская ЦРБ. В начале апреля в больнице планируется запуск компьютерного томографа. Он был приобретен в рамках государственной программы развития здравоохранения Новгородской области до 2025 года. Установка и настройка томографа завершена. Сотрудники больницы проходят обучение, чтобы по максимуму использовать возможности современного аппарата. Планируем пропускать до 25 человек в смену. Старый аппарат пропускал до 20 человек в смену. То есть вот этот качественный момент, даже этот количественный момент. Ну и, как я уже говорил, качественный момент, то, что количество срезов увеличилось в 10 раз. То есть диагностика в 10 раз по локализации улучшается, безусловно. В этом году оснащение больницы оборудованием будет продолжено. В том числе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году планируется построить в регионе больше 30 ФАПов. Новые фельдшерско-акушерские пункты будут укомплектованы всем необходимым современным оборудованием. С точки зрения качества диагностики важно не только приобретать вот такую технику. Важно, чтобы у людей, которые работают в первичном звене, у людей, которые сталкиваются с проблемами, первыми сталкиваются с проблемами пациентов, в руках было то оборудование, которое позволит максимально диагностировать. Экономить мы здесь не будем и делать будем вне зависимости от того, хватит нам федеральных денег, не хватит. Комплектовать все будем по максимуму. Кроме того, в рамках визита в Старорусский район Андрей Никитин познакомился с работой предприятий, деятельность которых направлена на импортозамещение. Об этом мы подробнее расскажем завтра. Из Старорусского района Максим Широковский, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Общественники сели за парты в преддверии сезона дорожных работ. Специалисты Новгородавтодора расскажут представителям общественного контроля, на что обращать внимание при проверках. Только за прошлый год в Новгородской области обновили и отремонтировали более 400 километров дорожного полотна. В этом году Новгородавтодор, помимо ремонта и восстановления, займется еще и созданием искусственных конструкций и реконструкции мостовых сооружений. Такое расширение обязанностей стало возможно благодаря новой федеральной программе «Мосты и путепроводы». Сейчас эта программа есть. На сегодняшний день мы формируем ведомости объемов работы. Заходим сейчас уже в нашу региональную экспертизу для проверки достоверности смертной стоимости. И, я думаю, первый контракт у нас будет в июне месяце. Новые обязанности будут не только у Новгородавтодора, а также у общественных организаций. Выезды представителей общественного контроля на участки проходят постоянно. Поэтому сегодня им еще раз напомнили о способах и методах ремонта дорожного полотна. В этом году работы будет много. По плану предстоит обновить 450 километров дорог и 300 погонных метров мостов и искусственных сооружений. Кадровые изменения в региональной власти. Евгений Богданов назначен на должность первого заместителя губернатора. На этом посту он продолжит заниматься вопросами финансов, привлечения инвестиций, развития промышленности. А также будет курировать аспекты торговой деятельности, обороты общественного питания, науки. До этого Евгений Богданов занимал должность заместителя председателя правительства области. Напомним, что накануне Вероника Минина покинула пост первого вице-губернатора в связи с переходом на другое место работы. Кадровые инновации ждут и город. Депутаты рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий мэра Сергея Бусурина. Об этом сегодня сообщили в информационном управлении городской думы. 14 марта в аппарат поступило письменное заявление Сергея Бусурина о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию с 27 марта. В соответствии с уставом муниципального образования решение должно быть принято депутатами городской думы. Рассмотрение запланировано на очередном заседании, которое состоится 25 марта. В случае досрочного прекращения полномочий мэра их будет исполнять один из заместителей главы городской администрации. Напомним, что 25 февраля Сергей Бусурин выступал перед депутатами с отчетом о своей работе в 2021 году и большинством голосов получил оценку удовлетворительно. Годом ранее деятельность мэра и его команда получила неуд. До конца года в регионе будет введен мораторий на проверку бизнеса. Об этом шла речь на втором заседании областного штаба оперативного реагирования, который возглавляет губернатор Андрей Никитин. На прошлом заседании главой региона были даны поручения о поддержке регионального бизнес-сообщества. На базе Министерства промышленности и торговли создан региональный центр импортозамещения. Также фонд поддержки малого предпринимательства сохранил все условия кредитования на уровне начала года. Андрей Никитин поручил провести мониторинг ситуации и, если требуется, дофинансировать субсидии предприятиям на возмещение части затрат для приобретения нового оборудования, в том числе по программам лизинга. Вводим мораторий до конца 2022 года на плановые проверки бизнеса региональные и муниципальные, за исключением вопросов, связанных с угрозой жизни и здоровья. Еще одно поручение касается упрощения процедуры получения региональных инвестиционных налоговых льгот. При реализации новых инвестпроектов новгородские предприятия освободят от сбора пакета документов. Уже в марте необходимый законопроект внесут на рассмотрение областной думы. Что касается обеспеченности торговых сетей продовольствием, то, по словам профильного министра Ивана Чехмарева, в распределительных центрах имеется достаточный запас товаров. В пятерочке запас сахара на 36 дней. По поступившей информации от «Магнита» завтра, послезавтра поступит в регион дополнительно 20 тонн сахара, точнее 40 тонн в общем. И 20 из них это больше, чем обычно поступает. Обычно 20 поступает. В целом в «Магните» тоже будет достаточно сахара, Андрей Сергеевич. Рассчитываем, что в ближайшее время ажиотаж пропадет, потому что заводы российские, продукция российская на территории страны работает 68 заводов-производителей сахара. Андрей Никитин поручил проработать вопрос обеспечения этой продукции социальных учреждений области, чтобы из-за большого спроса не возникло проблем. Для поддержки местных аграриев в этом году будет увеличено количество точек малоформатной торговли. Весенние сельхозярмарки в области стартуют уже 16 апреля. В регионе система здравоохранения возвращается в штатный режим. Полностью возобновляется плановая госпитализация и диспансеризация. Особое внимание соблюдению конституционных прав, в том числе на доступную медицинскую помощь. Для этого в районы отправляются выездные бригады специалистов. Сегодня в поселке Пролетарии работали медики из детской областной больницы. Теперь можно без проблем попасть на прием к узкому специалисту. Если раньше из-за высокой заболеваемости ковидом запись к врачам была затруднена, то теперь можно в прямом смысле слова проверить свой организм от макушки до пяток. Я, например, решила начать с глаз. До этого записывались по минимуму, но и возможности попасть на осмотр как таковой не было. Много медиков также болели коронавирусом, а узкопрофильные врачи осмотры не проводили и принимали только если болезнь уже обострилась. Минимальная нагрузка была, то есть работать работали, шли в основном острые пациенты, какие-то с гнойными инфекциями глаз, малыши с докрёвцеститами. Плановых на коррекцию было мало пациентов. Увеличивается поток пациентов значительно, то есть и острые, и какие-то плановые пациенты, которые идут с коррекцией на очки. Сейчас, когда ковид отступает и работа возобновилась, несмотря на то, что талонов всего 12 в день, пациентов приходит в половину больше. Ольга Гаврилова – многодетная мама. У неё пятеро приёмных детей. И за всеми нужен глаз да глаз. Поэтому проверять каждого ребёнка она старается регулярно. Все дети ежегодно проходят диспансеризацию, чтобы, если вдруг есть какие-то недомогания или болезни, выявить их на начальном этапе. Всё налажено в поликлинике. То есть в один день мы приходим, делаем обследование, УЗИ, анализы сдаём. А на второй день только врачи проходим. Сколько специалистов нужно обойти, вот именно узкопрофильных, чтобы проверить эту дуру? Невролог, психиатр, окулист, хирург, терапевт, самотолог. Возобновляются выезды, чтобы провести диспансеризацию во всех районах области. Врачи всей бригады раз в неделю по запросу отправляются в 21 населённый пункт, чтобы помочь осмотреть детей и там. 2 марта был выезд Трубичина. Сегодня выезд у нас специалисты детской областной больницы. График составляет детская областная больница, аргументует кабинет. Нам сообщают заранее. Мы приглашаем всех родителей с детьми и проводим обследование. Кроме того, помимо узких специалистов, в привычном режиме принимает и педиатр. Поэтому не стоит волноваться о том, что записаться на приём не получится. Теперь, как и раньше, занять место в очереди и получить талон к врачу можно как в регистратуре поликлиники, так и на сайте госуслуги. Мария Зверева, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. 40 пунктов сбора гуманитарной помощи. Более 80 волонтёров, жители Новгородской области активно участвуют в сборе помощи для Донецкой и Луганской народных республик. Волонтёрские пункты, куда можно принести вещи первой необходимости, открылись в каждом районе. Благотворительные акции подключились в том числе и образовательные учреждения области. Всего за 2,5 недели жителям региона удалось собрать более 2 тонн гуманитарного груза. Также требуется набор для детей для творчества, для развития. Также требуются сухие смеси и подгузники, товары для детей, товары личной гигиены, первой необходимости. Зная потребность именно в детских товарах, губернатор области Андрей Никитин привёз в пункт сбора помощи необходимые вещи. Очень важно во всей этой истории действительно следовать методическим рекомендациям, смотреть рекомендации на сайте, потому что есть акропортничество продукта, есть вещи, которые просто не могут долго храниться, поэтому я почитал эти рекомендации, мы купили детские пелёнки, подгузники и детское питание. В пунктах сбора также принимается сухое детское питание, продукты длительного срока хранения, постельные и душевые принадлежности. Все желающие могут присоединиться к сбору вещей первой необходимости. В Великом Новгороде это Большая Санкт-Петербургская 44, первый этаж, областной дом молодёжи. Волонтёры работают с 11 до 20 часов ежедневно. Новгородские полицейские задержали жителя Пскова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Предполагается, что 35-летний ранее судимый мужчина организовал целую сеть сбыта. Как оказалось, злоумышленник пытался спрятать на территории одного из гаражных комплексов в посёлке Панковка строительную перчатку, в которой находились порядка 200 закладок с марихуаной. Как предполагают полицейские, задержанный являлся оптовым распространителем наркотиков на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей. Предварительно установлено, что драгдилер приобретал в интернете различные виды наркотиков, а после их расфасовки прятал крупные партии запрещенных веществ в тайниках-закладках. После этого он сообщал географические координаты местности своим подельникам, которые занимались уже розничной реализацией наркотиков. В ходе обысков, проведенных в Пскове, Санкт-Петербурге и в Бровищах, оперативники изъяли свыше пяти килограммов различных запрещенных веществ. В их числе мифедрон, энметил, эфедрон, марихуана, а также наркотические марки. В настоящее время они переданы в экспертно-криминалистический центр, где будут установлены их точная масса и химический состав. По ходатайству следователя и решению суда фигуранту избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Ее санкции предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Тамгородский центр детства стал участником программы фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В сентябре 2021 года на территории региона запустили пилотный проект и помогают несовершеннолетним мамам, их детям и близким. Подробности у Анастасии Васюновой. Средний возраст корреспондента в нашей редакции 30 лет и многие даже не планируют в ближайшее время становиться родителями. Но бывают другие ситуации, когда вчерашние и даже сегодняшние школьницы становятся молодыми мамами, справятся с ранним переходом во взрослую жизнь и, самое главное, не оставаться в одиночестве. Им помогают в центре детства. В центр мы приходим с небольшим подарком – детской кроваткой. Подопечным пригодится. Каждой несовершеннолетней маме здесь индивидуальный подход. Совместная работа с девушкой начинается еще во время беременности. Первым делом определяют, в какой жизненной ситуации она находится и чем нужно помочь. 17-летнюю Елизавету пригласили на консультацию в центр через врача. Казалось, что ее история обещает быть счастливой. Девушка из дружной семьи, учится в колледже на стилисты и официально замужем за любимым человеком. Поэтому задачей стало подготовить ее к материнству через встречи с психологом, занятия и мастер-классы. Мы приходим раз в неделю, допустим, на какие-то лекции. Рассказывают, как правильно купать ребенка, как правильно его умывать. Иногда мы приходили с ребеночком, нам показывали, как правильно переворачивать. Нас пригласили, сказали, вот коляски привезут. Мы приехали, забрали все. То есть такая помощь, ну, когда она есть, не стоит отказываться от нее. Сейчас Елизавета кажется по-настоящему счастливая мама. Теперь она получает помощь по второму направлению проекта с названием «Мамина радость». Для ее малыша уже подготовили комбинезон и другую одежду, а также коляску и кроватку. А когда он будет постарше, сможет посещать развивающие занятия. Саму Елизавету поддерживать не прекращают. В любой момент она может обратиться за консультацией, а также, например, бесплатно пригласить няню на час. В центре детства не оставят в беде тех, кто оказался в более сложной ситуации. Когда молодой отец скрылся с горизонта, семья не готова понять или просто некуда пойти. Служба, которой также могут воспользоваться девушкой – это временное проживание. То есть, если возникают какие-то конфликтные ситуации, если девушке некуда деться в данной ситуации, она может пожить во временном проживании, которое предоставляет непосредственно центр. Также оборудованные помещения, то есть, все как дома. В центре учитывают и личные потребности молодой мамы. Нужно ли устроиться на учебу или работу, необходима ли медицинская помощь и какую финансовую поддержку можно получить. Тогда подключают ответственные структуры, а личные ситуации здесь можно доверить психологу. Сотрудники центра готовы работать и с родителями будущей мамы. Одним словом, сделать все, чтобы девушка чувствовала себя в безопасности и комфорте. Подчеркнем, вся помощь, которую несовершеннолетним мамам оказывают в центре детства, бесплатная. Узнать о том, как получить поддержку, можно через свою женскую консультацию или напрямую в организации по телефону 77-22-33. Анастасия Васинова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. К этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале NoGradTV News. Далее о погоде на среду, 16 марта. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин